В Священном Писании есть такие отрывки, которые являются каким-то ключом для понимания истории искупления человечества. Казалось бы, небольшой отрывок, может быть, несколько стихов. А вот Бог позаботился о том, чтобы мы, читатели, Его Церковь, верующие, имели вот такое вот замечательное, в некотором смысле, очень простое изложение плана спасения Бога. Ну, кроме истории искупления всего человечества, это большой истории, эти отрывки еще помогают нам с вами увидеть и свою собственную жизнь, свою собственную жизнь в контексте вот таких вот текущих целей Бога. Ну, позвольте прочитать один из таких отрывков, это послание к евреям, 9 глава, мы прочитаем последние пять стихов, послание к евреям, 9 глава, 24 стиха. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасений. Интересно, что в этих нескольких предложениях автор этого послания использует один и тот же глагол, глагол «явиться». Посмотрите, пожалуйста, 24 стих. О Христе он говорит, что Христос вошел в самое небо. Для чего? Чтобы предстать ныне или явиться ныне пред лицо Божье. В 26 стихе Павел пишет и говорит, что к концу веков он опять явился для уничтожения греха жертвою своею. И 28 стих Павел говорит о том, что он еще раз явится, и уже не для очищения греха, а явится для ожидающих его воспасений. Интересная ссылка на три разных события в служении Иисуса Христа. Во-первых, Писание отмечает, что Христос уже явился один раз и навсегда. Явился для того, чтобы искупить грех свою жертвою. Далее Писание отмечает, что Христос теперь находится, является перед присутствием Бога от нашего имени. Еще раз Павел говорит о том, что Христос явится. Явится уже спасти тех, кто с нетерпением ожидает Его. Вот так вот коротко. Служение нашего Господа изложено в трех измерениях. Он явился – это прошлое, Он предстоит – это настоящее, и Он явится – это будущее. Ну, я думаю, это очень хорошо помогает нам с вами понимать чудо божественного замысла в истории искупления человечества. Между прочим, вот эти вот стихи, вот это вот короткое наставление апостола Павла помогает нам с вами еще лучше понять аспекты жизни верующих людей в Ветхом Завете. То есть мы можем сравнить и себя, и людей, которые жили, верующие люди, которые жили во время Ветхого Завета. Эти три аспекта служения Иисуса Христа помогают нам лучше оценить и работу нашего Господа. Больше того, вот написано так, чтобы мы с вами поняли, что, оказывается, мы с вами спасаемся именно этими тремя измерениями. А прошлое – Христос явился на землю, чтобы избавить нас от греха. И вот Павел отмечает, что в отличие от постоянно повторяемых жертвоприношений священников в храме, его жертва была один раз, и она была навсегда. Вот почему Писание отмечает, что он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Ну, получается, что воплощение Иисуса Христа завершает целую эпоху, завершает эпоху подготовки и ожидания Ветхого Завета. Его смерть, воскресение, вознесение, дар Святого Духа в день Пятидесятницы ознаменовало начало последних дней. Так говорит Священное Писание, что в последние дни Отец говорил нам в Сыне. Вы знаете, опять эта перспектива помогает нам с вами понять духовный опыт людей Ветхого Завета, как они жили. А верующие Ветхого Завета жили в свете обетований Бога, и они тоже ходили по вере. Верующие Ветхого Завета тоже ходили по вере. Ходили по вере, вот пытаясь понять внутреннее значение жертв, которые они приносили. Вот эта система жертвоприношений, она была прообразом, и она указывала на последнюю жертву Христа. Интересно, вот так вот Священное Писание в этом послании Павел отмечает, что верующие Ветхого Завета, они не получили обещанного. Вот так написано об этих людях, не получили обещанного. Но и все же люди Ветхого Завета понимали, что вот эта вот модель повторных жертвоприношений животных, что вот эта вот длинная череда священников, священники, которым нужно было искупать свои собственные грехи, она никоим образом не несла полного и окончательного прощения, что совершилось только в Иисусе Христе. В этом смысле мы с вами имеем привилегию. Мы с вами имеем привилегию жить в эпоху, когда Христос уже явился в предприсутствии Божия, полностью и окончательно расправился с нашим грехом. Вот как написано, апостол Павел говорит, подъять грехи многих или взять грехи многих. То есть наши грехи, они уже взяты Христом. И дальше Священное Писание отвечает на вопрос, а что же сейчас делает Христос? Что делает Христос между Его воплощением и Его вторым пришествием? Об этом написано в 24 стихе. Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне. Перевод слова явился за нас пред лицо Божье. Теперь Господь явился на небеса, чтобы ходатайствовать за свой народ. Здесь Писание говорит нам о том, что произошло после смерти нашего первосвященника. Христос в себе воплощает умилостивление, которое Он совершил за наши грехи. И вот это вот явление Христа по правую руку от Бога, это Его ходатайство, в котором мы с вами очень нуждаемся. Писание об этом нам с вами говорит. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он одеснует Бога, и Он ходатайствует за нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть наше с вами спасение обеспечено присутствием Христа на небесах. И Священное Писание открывает и говорит, что Он там теперь навсегда. Однако, что же лежит для нас с вами в будущем? Христос явится во славе. Явится во славе, чтобы спасти тех, кто с нетерпением ожидает Его, так говорит апостол Павел. Поэтому правильно говорить, что христиане живут в эпоху между двумя временами. С одной стороны, мы понимаем, что уже спасены. Это правильно говорить, что мы спасены, спасены сейчас. Но с другой стороны, мы все-таки с вами осознаем, что наш опыт спасения еще не закончен. Похоже, закономерно существовало и для верующих Веткого Завета. Они тоже жили, веря обетованиям о Христе, но жили до Его пришествия. И теперь, в свете двух первых явлений Христа, для верующих в Новый Завет остается еще одно измерение. Мы с вами еще не дома со Христом. Наше паломничество продолжается до тех пор, пока Он не явится в последний раз. Обратите внимание, как интересно апостол Павел описывает тех, кого спасает Христос. Это те, кто ожидают Его во спасение. Три явления Христа помогают нам понять Евангелие. Но эти три явления, с другой стороны, они побуждают нас с вами проверить наше с вами сердце. А как можно стать ожидающим Христа во спасение? Первые два явления Господа призывают нас с вами оценить то, что уже сделал и делает Христос сейчас. И вы знаете, для того, чтобы стать ожидающим во спасение, это нужно сделать. Не станем с вами ожидающими во спасение никогда. Если хорошо, не поймем, для чего пришел Христос и что Он делает сейчас. Да благослови нас с вами Господь. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Субтитры сделал DimaTorzok